Чтобы быть здоровым, действительно, нужно знать очень важные такие вот ключи к нему. Это касается и питания, и мировоззрения, и процедур, которые нужно выполнять каждому человеку для детокса, чтобы генеральный уровень для себя наводить. И никто не может лучше меня рассказать, чем это сделать и это профессионал, доктор. И давайте под вашим бурным аппаратом я представлю, как Гончаренко. Олег – это очень сильный человек, он тоже очень помогает людям. И он доктор с 30-летним стажем, потому что это семейный доктор, который из традиционной медицины ушел больше в альтернативы, потому что традиционно, не знаю, он больше калечит, чем лечит, можно так сказать. Но он обладает двумя концептуальными знаниями той и той медицины. И вот у него тоже очень сильно расширяется сознание, очень активно и быстро. И он просто так много о здоровье, о питании, о сыроедении. Давайте сейчас надержим его. Друзья, для начала я предлагаю вам сейчас встать, делаем небольшой заряд. Ой, давай, давай. Да. Дальше я так говорю, зачем нам нужна физическая активность, и как это важно для нашего тела. Наши мышцы – это второе сердце, да? И запрещая мышцы мы гоним токсины в тело-2, в лекисоту, оправдываем сердце. Давайте сделаем простейшее упражнение. Потягиваемся сначала так наверх. Тянемся сюда. Одну ручку вперед, вторую. Отпускаем ручки. И теперь этот глубокий вдох. И руками доставляем энергию белой свет и на себя направляем, на свою голову. Прокачиваем светлый поток от все свое тело. И таких пара дыхания. Вдох и вверх. И последний раз. Вдох и вверх. Теперь ручки плавненько перед цехой опускаем вниз. Спинка расставлена, ножки не сгибаем, ножки прямые. Просто дайте рукам повесить вниз, голову уже опустить. Расслабьтесь. Пусть тело вытянется за тяжестью. И плавно поднимаемся. Компенсирующее упражнение. На плавную заднюю. Вот. Хорошо. Отлично. Щечки порозавели, я смотрю. Вот. Хорошо. Можно сесть. Кто захочет, может оставаться стоящим положением. Потому что сиденье это естественная поза для человека. Расскажу о себе вкратце. Мне 35 лет. Я 13 лет в медицине. Закончил университет. Работал в реанимации в научно-исследовательском институте. Потом начал писать научную работу. Но столкнулся, что в медицине такая ситуация, что болезни заречиваются и нет тех техник, которые подавали за действительно здоровье. Да и в институтах, на самом деле, тему здоровья ведут в течение что-то одного месяца. А пять лет обучают по болезням. То есть, поэтому врачи у нас так не страны, не потому что они такие плохие. Просто сама система создает таких специалистов, что они знают, как лечить болезни, но не обучают людей так же бездоровыми. И вот сейчас я работаю в Киеве, у меня есть свой кабинет, я занимаюсь диагностикой. Называется ВЕКОТЕСТ. Метод ФОЛЯ. Целостная система, которая позволяет врачу интегрально увидеть проблемы человека. И направлять его к разным специалистам на множество анализов. А увидеть систему целиком. Какой орган первый заболел и где следствие, где причина. Я эффективно пользуюсь гомеопатией, препаратами, частотным лечением. Есть альтернатива с аплитками. Но сталкиваюсь с тем, что если человека не научить, как вести здоровый образ жизни, как правильно питаться, как делать очищающие процедуры, то болезнь возвращается. Поэтому последние годы я все больше внимания уделяю профилактике. Читаю семинары, лекции, вебинары. Провожу в санаториях под Киевом. Оздоровительный заезд. То есть мы заезжаем на 5-7 дней в санатории. В лесу находятся лекции, ранний подъем, гимнастика, гидроклонотерапия, голодание, сутотерапия. Эффект потрясающий. Когда человек именно побоится в компании, когда ему объяснят и своим примером покажут, ему легче в привычной жизни действительно перестроиться. Многие из вас считали, что такое правильное питание, но когда они проходят мимо любимой полочной, какого-то ресторана, они срываются. Сегодня тема для женщин, поэтому я сделаю упор для наших дорогих женщин. Расскажу о теме, которая, я думаю, вас заинтересует. Как продлить свою жизнь и молодо выглядеть в любом возрасте. Для кого этот вопрос интересен? Для меня. Так, простите, интересно, тогда приглашаю. Значит, в медицине есть наука, называется геронтология. Она занимается вопросами, изучающими старение. Почему человек стареет и что делать, чтобы прекратить или замедлить этот процесс. И, значит, какие сейчас последние научные даты? Почему человек стареет? Или случай, почему люди некоторые не стареют? То есть, вы по внешнему виду не скажете, не определите, сколько человеку лет. То есть, есть такой феномен, называется непределительное старение. Когда у животных часто встречается. То есть, вы в лесу там встречаете оленя, да, и не поймете. Это молодой совец или пожилой. То есть, выглядят они одинаково. У млекопитающих, у человека тоже такие случаи описаны. То есть, есть, скажем, некоторые племена, которые ведут еще первоопрыдный образ жизни, питаются сырой пищей. То у них, они до 100 лет, в принципе, все похожи. То есть, можно сказать, что это и мы. Вот. То есть, наш организм способен и на такой обмен веществ. Вот. И как раз эта наука изучать, что же мешает организму жить 120-150 лет. То есть, я не говорил, что именно столько человек может прожить. Это само слово. Чело век. Чело, лоб, на век. На 100 лет. Вот. И у всех выявлена такая закономерность, что у всех млекопитающих длительная жизнь не определяется такой формулой. Возраст до половозрелого развития умноженный на 10. То есть, у человека наступает половозрелое развитие 15 лет. Умноженный на 10 – 150 лет. Ну, и такие случаи известно, ну, что люди ж заживают в 130 лет, даже в 20 условиях в 120 лет. Вот. Значит, определили, что… Почему организм стареет? Проблема не в самих структурных элементах нашего тела, то есть, в клетках, а проблема в системе. То есть, в взаимоотношениях разных клеток. То есть, происходит нарушение обмена веществ между клетками. То есть, сама клетка, когда она у нас производится, она, в принципе, постоянно у нас в клеточке регенерирует это разумциновое. То есть, проблема не в клетках, а во взаимодействии в том, что скапливаются вещества, не выводятся вовремя лишние вещества. Одним из облигатных маркеров старения является накопление в клетках такого вещества, называемое липофусин. Это соединение пигмента оранжевого цвета, белков и жиров, триглицеридов. То есть, он заполняет до 50% пространство клетки. Вот, если обращали внимание пожилых людей на кожу, такие частые пигментные ядры. Да, как говорят, да. Вот это вот и есть с отношениями в клетках кожи этого липофусина. Затем, при старении, происходит накопление лишних белков, и они теряют свою правильную структуру. А белки – это тут, скажем, материалы, которые устроятся клетки. И четвертый пункт, который приводит к старению – это понижение чувствительности гипоталамуса. Гипоталамус – это наша центральная, как бы, железа, железа, которая находится в центре головы, которая контролирует все наши процессы. То есть, она перестает реагировать на гормоны. Это связано с блокировкой рецепторов. Потому что рецепторы на гормоны находятся внутри клеточных, как правило. И когда нарушается наша клеточная мембранка, то гормон не может проникнуть в клетки. И организм повышает гормоны в десятки раз, но он доходит до такого состояния, когда повышать уже некуда. И гипоталамус ТБО не знает, что происходит на периферии, поэтому нарушается взаимосвязь клеточек. Вот такие, которые причины старения. То есть, если мы не знаем, то мы можем на них воздействовать. Вот. Болезни, связанные с возрастом. Кто знает, какие болезни приходят с возрастом? Склероз. Склероз, да, атеросклероз, склероз, правильно. Болезнь Паркинсона, да. Инсульт, это означает? Инсульт, это осложнение атеросклероза, закупорки сосудов или его разрыва из-за того, что он обезвислен, не такой эластичный. Правильно оказывается. Варикозное расширение вены, изменение стенок сосудов, правильно. То есть, вы назвали диабет, да, второго типа. Онкология, чаще она бывает после сорока лет. То есть, вот эти все заболевания связаны с возрастом. А все они, все они, взаимосвязаны, у них одинаковая физиологическая основа. Это нарушение обмена глюкозы, триглисовидов, жиров и белка. Вот. Хоть они проявляются праздными, но как бы и лечение у них одинаковое. И одна, ну, причина какая? В организме скапливается избыток жиров и белков. То есть, объясню, значит, в двух словах объясню пятилетие химии, которые у нас звучат. Основной источник энергии в организме – это углевод глюкоза, да, все мы знаем, как сангар. И жиры – это жирные кислоты, жиры, ну, там, вальмовое масло, жиры, которые задерживаются в растениях, да, ну, сало тоже, да. Причем глюкозой питается головной мозг, так просто, но сердце питается, печень. Жирными кислотами питается больше мышц и печень, да. Человек, как правило, нас кушает, да, и кушает в последние годы все больше и больше. Идет малоподвижный образ жизни. Триглицериды, эти жиры, они не расходуются в мышцах и идут в печень и в другие органы. Понимаете? То есть две причины главных лежат в старении. То, что человек, не ограничивая себя от людей, переедает, получает много питательных веществ. Они не успевают сжигаться. И организм их начинает где-то пристраивать. То есть есть люди, которые идут в вес, да, у них растет висцеральный жир, увеличивается масса тела. А есть люди, которые внешне остаются худыми, но у них все равно болеют. То есть это жир, да, или сразу же идет в клетки. Клетки нежировой ткани. И эти клетки нежировой ткани, ну, скажем, даже печень, сердце, да, желудочная железа, то есть они вообще-то не приспособлены к обмену жиров. И этот жир, он не может там утилизироваться. Он просто заполняет пространство клеточек, как я говорил, так, гникофусин образуется веществом, и мешает, как бы, работе клетки. В результате клетка погибает через апоптоз. Процесс апоптоза – это закономерное продушение клеток. Почему на городе? Ну, это играешь. Надо просто меньше есть. Надо, да, следить за массой тела, не переедать. И достаточно двигательные режимы. То есть это базовые вещи для предупреждения старения. То есть есть сложно и много, но сложно еще, правильно? Да, даже и такое. Те же горцы в Кавказе, они там и мясо кушают, да, и вино пьют, но они живут в горах, они много двигаются и доживают до 90 лет. Понятно, если бы они еще и с жиром они, или мясом они, или они там жили 120 лет. И есть люди, которые кушают там макароны, хлеб, но они постоянно двигаются, то вот эта двигательная активность, она их спасает, да, и они живут дольше. Так, поэтому два, как бы, выхода, да, предупреждения настроения. Это двигательный режим, гимнастика хотя бы 30 минут в день. Вот. Я сам практикую йогу, мне нравится йога, кому-то нравится есть гимнастика Белаяр. Вот. Ну, желательно, чтобы это были аэробные упражнения. Плавание? Плавание. А если просто гантельный махать? Можно и гантельный, только не большего веса. А как еще? Потому что с большим весом, то уже могут быть какие-то движения в связках, лишние не нужны. Как еще бега? Ну, я к бегу так прохладно отношусь. Почему? Потому что бег – это сотрясение организма, и при сотрясении организма происходит микротрещина в наших речах, да. И с гантами накапливаются, возникают артрозы, заболевания болезненных составов, тазобедренный кориностроф. Но если бег, как бы так, переходящий в быструю ходьбу – это прекрасно. Если вот бег, особенно про асфальт, по твердой поверхности – это нежелательно. Аэробика? То есть лучше по песку, если что. Аэробика тоже с тряска, аэробика? Там прыжки, вот эти. Ну, бегать в болтах, да, аэробика все-таки, ну, как, какие-то слоны, немножко прыжков. У нас трек под прыжки, да. Там шаги вообще, да. Ну, это мое личное мнение, кто занимается бегом, и кто в это верит бегать. Можно мне вопрос? Просто так, как я занимаюсь бегом. Я вот чуть-чуть, чуть-чуть бы, как бы, ну, поспорила с этим. В том, что есть же мнение еще, что организму, наоборот, нужна именно вот такая встряска. То есть это, как бы, было заложено в том, что… Ну, никто не спорит, а при ходьбе же у нас есть встряска. Это одно дело при ходьбе, а люди, ну, с каких-то там времен, они то бежали там за какими-то там, за добычей или еще что-то. И организму нужно получать, знаете, да, десять тысяч шагов в день обязательно. И с бегом, мне кажется, это вообще реализовать лучше всего можно. А по песку, по песку вообще, если ты не бегаешь профессионально, то и не надо начинать с песка. Потому что это же растяжение связок, это вообще, это такая нагрузка. Подожди, но мы по песку ходим. Ну, ходите так, но… Быстрая ходьба, переходящая. Да, а вообще, это вот опасно по поводу песка. Лучше именно опобу… Я прошу каждое утро нормально. Опобу и позаботиться нужно, и тогда и по асфальту можно… Я скажу, я считаю, что песок дает амортизацию и не дает тебе вот эти вот, значит, падения за ударяющие движения на суставы. Если хорошие связки эластичные, если с суставами все в порядке, А если же по песку бежать, вот видели, да… Ну, давай эту тему оставим. Это не принципиально. То есть, если ты веришь в то, что ты знаешь, делай это. Я просто делюсь своим опытом. Я там с генералами общался, кто там всю жизнь пробел, потом… У меня проблемы с коленей. Говорят, зачем я бегал? Я теперь здесь йогу делаю, мне классно. То есть, ну, попробуй свой опыт. Нет, просто я тоже все же и спортом разно занимаюсь, поэтому… Только тоже чуть-чуть, может быть, кому-то мое мнение будет полезным. А можно… Мне каждый человек всегда чувствует… То есть, есть любители бега, а есть те, которые очень прохладно готовят. Мне кажется, тело интуитивно, оно подсказывает. Может быть. Только нужно пробовать. Ты еще время покажешь. Нет, еще нужно пробовать. Есть такие, знаете… Через туалетики покажут все. Через туалетик сами вам поговорим. Есть много времени экспериментировать, можно экспериментировать. Главное, чтобы радость. А можно вопрос больше квики. Вот, например, бег, он какой чаркой относится с ним? Какую протачивую чарку? На самом деле, ну, бег управляет физическое тело. Я за бег в сон. То есть, как бы, легкий бег, который делает какую-то вибрацию в теле, стряска, да? То есть, кровообращение улучшается хорошо. Массаж внутренних органов. Но бегу нужно очень многое утром встают и побежали, да? То есть, это очень вредно, что сердечная система не проснулась, дыхание не открылось вообще, кровь не запустилась, потому что оно очень замедляется. И таким бегом, конечно, можно наблюдать. Когда вы делаете познательный гимнастик, его разминку, вы можете побегать. Но, опять же, я за природный бег. Я люблю бегать, например, по траве или по земле. Это, ну, если, например, курсунешь, потом легкое ускорение, потом опять курсун. То есть, вот, смена нагрузок, например, и бег должен быть в кальт, удовольствие. Человек реально бегает, потому что крылья вырастают. Хорошо? Пожалуйста. Ну, вот, например, я раньше бегать не любила, потому что мы все на Олимпиаду затаскивали школьные, на курсовые места брала, и я очень люблю бегать. Но мы бегали, когда-то, на стадионах, да? Я не любила, потому что контакт с фальтом, я чувствовала, ну, не то в целом это состояние. То есть, ноги болели, когда очень много бегаешь. А когда я бегаю по земле, я могу четыре часа больше бегать, потому что в столице я должна быть школьником. То есть, вот этот вот контакт, когда ты проводишь космическую энергию, получаешь энергию от земли, энергию космоса, ты заряжаешься, ты кальтуешь и получаешь огромное навыствие. То есть, ты не спортивный бег на Олимпиадах, ты сматываешь, да? А бег на удовольствие. И вот самое лучшее, мне кажется, это турстой действительно по земле, вот такой более природный. Это кратится вам бегать, да? Они же не по асфальту. Нет, понятно. Просто я имею в виду, начинать-то лучше вот с чего-то попроще, чем как бы еще... Турстой отлично. Значит, на данный момент просто я пробую, да, пляжный там бег, бег по асфальту, там с тайцами когда-нибудь вокруг озера, по пальмовой какой-нибудь там плантации. Лучше начать с чего-то менее безопасного, потому что, мало ли, на тебя змея какая-нибудь сейчас упадет. Турстой отлично. Да. Самое простое. Так, значит, про старение. Есть еще академик Амосов, это украинский доктор, который, он был сам кардиохирургом, очень много в жизни работал, прошел войну, и последние десятилетия своей жизни он активно занялся проблемой омоложения, да, как продлить свою жизнь. И он в этом преуспел, он даже до 90 лет. Смотря на свою тяжелую жизнь. Вот. И, в принципе, он выработал некоторые правила, которые, значит, ему здорово помогли. Значит, первое правило, он говорит, что люди стали в нигде находить душевное успокоение, да. То есть мы, значит, часто кушаем не потому что голодны, а потому что это нам нравится, он вносит удовольствие. И человек нуждается в ограничении грузки. Кроме делистской нагрузки, что я вам сказал, нам нужны ограничения, то есть, скажем, ракудочные дни. Да. То есть раз в неделю ничего не кушать, потому что можно только бить соки, либо каких-то дневодовских номеров. Обливание холодной водой. Каждый день? Ну, желательно каждый день. Да. Но, допустим, ты ухарикендовал больше, ты с утра встал и стал полный, или что-то тёпло. Ну, у нас сейчас в номере, например, нет обогревателя, у нас тёплая вода, и я привык. И как ты уходишь? В Украине. Ну, вот у меня друзья сыроеды есть, то они уже сейчас купаются в Украине в проруби, там, минус 20, они всё равно купаются. То есть, им в кайф. То есть, у меня пока столбы там нет, я просто стараюсь заканчивать душ холодным обливанием. Я сам люблю холодную воду. То есть, это то, что тренирует организм, да, то, что выводит с одной позиции, там, с тепла, в другую позицию, в холод. Вот это, типа, мышцы там сокращаются, что-нибудь у нас. Да, это тренирует наши капилляры. То закрывается, то открывается. Что я заметила, у меня выглядело обожение, которое, как можно так называть, тик-ток, просто на пробу покупать. Машины? Обожей, да. Они шикарно выглядят. Да, да. То есть, кожа сохраняется за счёт того, что происходит? Ну, во время весного перепада температуры выбрасываются гормоны с коры на надпочеки, которые, в том числе, обладают омолаживающим режимом. Хорошо. Баня может быть. Баня, вот, ребята, Катя и Владислав, еженедельно ходят в баню, просто, вот, здесь, там, там, иран. Я тоже буду ходить. Пусть она будет ходить. И ещё, значит, контроль над всеми мыслями, эмоциями, очень важно. Потому что, особенно, люди, кто живёт в мегаполисе, в городах, много информации идёт, и это не мешает. Мы должны научиться, значит, проводить практики медитации, да, когда мы увидим встречать свою работу. Следующий автор, который, значит, я хочу рассказать о его работах, это Нил Барнат, написал книгу «Предолевает пищевые соблазны». Вот. И он, как бы так рассказывает, вот, как же нам всё-таки перестроить наше питание, да. Она, тот образ питания, что мы соблюдаем, играет определяющую роль, сколько мы проживём и будем его здоровы. Вот. Ну, скажу сейчас о себе сам. Я стал вегетарианцем, и последние два года перехожу на сыроедение. То есть, взять, да, вот эти, там, 95% на сыроедение, то есть, кем только в жилую еду. Но, скажем, сыроедение – это не какая-то вкусительная палочка, я не говорю, что все должны на неё переходить. Есть люди, которым сыроедение не подойдёт живое питание, да. Это люди, как правило, имеют тонкое телосложение. По аллергии называется «принцип вата» или «принцип ветра». Вот. То есть, таким людям подойдёт вегетарианство, вот, и можно и душёную, и любить. Я не понимаю, почему. А? Почему, почему? Ну, потому что им нужна энергия огня. То есть, продукт должен пройти огонь, он, там, должен быть горящий настой, и так далее. Я так помню. То есть, есть у тебя три души, вата, пинокапа. И есть люди, которые рождаются очень вкусные. Даже веночки видно, такие косточки. Они такие, как воробочки. Вот. И у них очень много вали, а сыроедение, сыроекруппы – это есть энергия сырости, холода, вата. То есть, сырое всё, да? Холодное. И если они ещё будут, имея только вату почистки, да? Хотя у каждого человека есть такие души, но в разных условиях отношениях. Если они будут только вату кушать, то у них будет дисбаланс конкретно. То есть, у нас просто реальные сыроедения, которые вышли на сыроедение и получают, чтобы мы полезли, будучи на сыроедение в приватной конституции. А потом начали, там, 10%, 15% в порядке включить, и они выздоровели. 10%? То есть, 10-15% в продуктах нужно. Детям чуть побольше надо. То есть, они добираются силы, им нужен огонь для роста, например, палок для костей. То есть, там, если, например, западная философия, там, по колонию читают, то восточная, по энергии, это более важно. Поэтому я очень прав, что строительство, на самом деле, очень классно. Мы только Задниковы и сами представляемся, но нужно знать ключи. И есть иногда исключения. То есть, быть строительным, но чуть-чуть в порядке нужно иногда. Для начала я бы порекомендовал просто научиться контролировать свою еду, контролировать количество пищи, чтобы кушать. Это самое важное. А потом уже определяться, кто это строительный или вегетариант. Так вот, очень многим людям сложно перейти на здоровое питание. Очень много. И вот этот доктор Днил Барнов, он 20 лет занимался исследованием. Почему же, вот, сложен так перейти, да, врачи все говорят, там, пожиление, там, холестерин, приводит ростероз в ранней смерти. А люди привыкли, там, кушать мясо, сыр, молочку и хлеб. И никак не может быть отказаться. И вот во время исследования было установлено, что есть продукты, которые, метаболизм которых образуются легкие опиаты. То есть, они, по сути, воздействуют на нас, как наркотики. Именно поэтому мы не можем от них просто отказаться одной силой боли. Ну, как же, типа, белок, белка там много. Меньше, белка там много. Ну, вам нужен и белок, нам нужен в организме, а аминокислоты. На самом деле. Аминокислоты содержатся и в растениях тоже. Их более легче усваиваемые для нас формы. А как же переваривается тоже мясо, в отличие от тени и в тя? Я правильно понимаю, что в растениях больше есть именно кислоты, которые необходимы нашему организму? Да? Для того, чтобы... Сейчас я скажу, мясо, мы не ввиду жареное, любое мясо. То есть, мы к мясу привыкаем, и вот многие вообще говорят, я вообще без мяса кинул. Я говорю, вообще-то на шоколаде, но не могу. То есть, это и есть наркотическая привязанность. Продукт, из которого вы жить не можете, это наркотик. Это как, в принципе, в одной категории, как люди там колятся героином, не уходят токаин, опиум, пил пиво и сигареты. Физиологические механизмы абсолютно одинаковые. Они воздействуют на центр удовлетворения, который находится в гипоталамусе, который выделяет гормон допамин. Как проверили? Значит, что еда, оказывается, некоторые продукты обладают накописным действием. Есть лекарство такое, называется налаксон. Оно используется для лечения наркомана. Оно блокирует опиатные рецепторы. То есть, не дает человеку испытать наркотическую кровь. И людям, которые есть привязки к еде, им кололи налаксон, а потом предлагали там шоколад, или сыр, что они любят. И они уже не хотели это есть. То есть, вы должны понимать, что, кушая эту шоколадку, или сыр, или жареную пивную, не сама вот этот продукт, что-то вам нужен, да? Образуются наркотики, которые вызывают зависимость. Ну, это же самое, как у детей на сладкое. Абсолютно же так. Сахар – это один из наркотиков. И на детках тоже проводили эксперименты. Ребеночку два месяца он плачет, да? Одному макали сосочку сахарный раствор, давали в ротик, он успокаивался. Второму до эксперимента макали в водичку, давали, он продолжал рать. То есть, сахар. А если вы еще подойдете и посмотрите на глаза и улыбнетесь, на вас потом будет позитивная реакция, вы ему будете нравиться. Что вы даете ему удовольствие. Ну да, но это не так, что это полезно. Да, конечно. То есть, и не зря, не зря производители, да, производители продуктов питания, как у нас зомбируют рекламу. Их шоколад, как ешь, это фигула, да, там, все хамбургеры. То есть, они заинтересованы, чтобы люди больше ели. Вот. Да, естественно, нам молодец на конфетку, да? Да, конечно. Нет, конечно. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет, нет. Да. Я хочу ответить к этому вопросу. Попробуды белков? Мы с тобой общались на эту тему. И я хочу еще рассказать о чем-то. У желудка как переваливается зелье, как переваливается мясо. Что ты говорила? Аутолизм. Процесс аутолизм происходит. Так. Попробуды белков. Двух слова скажу. Уже установлено горный белок 29 грамм в сутки. Хотя раньше считалось 100 грамм. То есть, на самом деле, белка нам нужно немного. Мы уже выросли, да? Мы не растем дальше. То есть, по сути, белок нужен только для обновления. Растительной еды вполне хватает. То есть, нам белка нам нужно. То есть, мы больше черноярные или? Да. Мы по строению, как бы, плоду яру. Плоду яру. Да. Плода яру. Можно еще добавить? Мы универсально. Мы можем есть мясо. Мы все можем есть. Но это как машина. Напад, бензин 95. Заливайте 70 грамм. Вы поедете. Но уже не то будет. Двигатель быстрее износится. Пробег будет меньше. Можно я добавлю буквально по какому-то духа. То есть, я жила в лесу вегетарианство, да? То есть, оно белок поступает с молочными продуктами, сыром. Просто еще в моменте с мясом. То, что это крупные, ну как? Крупный яд. То есть, это уже как бульгитое. И оно очень как только в момент, когда там перестало как-то снабжаться, то там вещество, которое мы покупали, оно начинает перезлагаться. Все. Это вот самый простой. То есть, я так понимаю, миф мой. Ну, я считаю, что это не миф. Потому что у меня с детства навязаны. Молочные продукты, я на них говорю. Это мясо. Потому что это нужно. Нужно пушить, потому что белка, ты сможешь ходить. Можешь рожать, ты дай, ты дай. Ну, как же это все? Там, честно, да? У нас учили свет. Но знания уже устарели. То есть, это калория. Молоко выводит кальций. Молоко выводит кальций, чтобы знали, и разрушает кости. Зайдите в Википедии, в интернет, научные исследования, и все тут это мы показали. Но пока эта информация дойдет наших преподавателей в вузах, в институтах, должно пройти время как 20-30 лет. То есть, это мы будем учить, но через какое-то время же. Как печальная правда. В науке все меняется. И новые данные предупрегают старые. Поэтому вынуждены переучиваться. У нас осталось у меня 10 минут. Я хочу рассказать про программу готовств, про очистки организма. И, как бы, еще немножко по продукту питания. Еще обилие рафинированной еды. Да, она заявляет, что она легко готовится и быстро усваивается. Это правда, если мы возьмем овсяную кашу для быстрого приготовления. Она быстро разварится, да, мы быстро ее усвоим. Но и так же быстро уровень сахара в крови уйдет вниз. То есть, мы снова захотим кушать. Понимаете? Поэтому нас окружает рафинированная еда, и мы постоянно хотим кушать. Она слишком, как бы, обработана. И эти вещества, эта глюкоза, она не связана и полностью вся проникает в кровь. И вот эти вот пики глюкозы у нас очень, как бы, постоянно падают. Если же мы едим не рафинированный продукт, в целости, да, вот, когда вы просто взяли крупку овсяную, не переработанную, она будет, вы поели утром, и несколько часов вы будете сыты. Вот. И проводили такие обстоятельства. Человек, когда утром седает нерафинированную кашу, он на 300% седает где меньше, чем тот, кто кушает что-то, какие-то быстрые смеси, глюсты и так далее. То есть, организм лучше столько еды, потому что вот эта куша и отгревает, и отмечает. И чем глубее едать, тем лучше. Это защищает организм от проникновения в кровь, лишних, ненужных калорий, жиров, которые потом он не знает, что с ним делать. То есть, Олег, смотри, я знаю, что гречка есть коричневая, которая обжает, и зеленая, которая предоставит. Допустим, ну, у нас было гречка, гречку замачивать нахуй. То есть, рекомендации? Гречка лучше лезть в зеленую, с замочкой. Лучше всего. Так что мне максимально сохранять хромение. Так, по поводу, по поводу детокса, да? Соответственно, вот в организме накапливаются те вредные вещества, которые там с тресервантами попытаются, да? С экологией. Те же там, где-то в городе больше сидим, молодые говорим, что с этим делать, если это уже попало в организм. Существует программа очищения организма. Это так называемая детокса. Вот. Кто знает, какой самый эффективный метод очищения организма? Может, молодание? Правильно. То есть, молодание – это самый древний и естественный способ, ими пользуются животные. Когда животное заболевает, оно не кушает. И дает возможность организму побыть в покое и восстановиться органом. Вот. Ну, у нас у всех представление, что голод – это как социальное детство, это что-то плохое, там, люди умирают, там, пухнут от голода. Действительно, такое и есть. Но если голод проводить правильно, по наблюдениям, то такого не происходит. Более того, человек может 40 дней ничего выпушить, делать клизмы, и его органы не будет ни дистрофии, ни какое-то повреждение клеток. То есть, он будет полностью здоров. А люди, которые на недоитании, они там чуть-чуть что-то спушились, потом в день поголодали. То есть, вот такое неполное голодание. Действительно, оно приводит к опуханию, мучительной смерти. Если бы просто человеку ничего не кушать и промывать кишечник, он проживет 40 дней. Вплоть до отдела может уменьшиться на 45 процентов, и при этом мы сохраним жизнеспособность. То есть, резервы нашего организма полосали. А многие люди боятся не покушать 1-2-3 дня. Почему? Потому что возникает пищевая ожогра. Независимость еще одна. Да. То есть, чтобы действительно проголодаться, нужно где-то 2-3 дня ничего не кушать. Можете проверить. Остальное, если у вас это есть, это вот психологический голод аппетит. Аппетит. То есть, мозг, он прорывет настолько стимуляции, что мы окружены чем-то вкусненьким, да, там остренькое, сладенькое. И он это требует. Но если вы поголодаете пару дней, вы после голода, как вы, будете есть на сколько раз меньше. И вам не надо будет в этом учителей вкуса, даже сахар и так далее. То есть, вам будет нравиться естественный вкус себе. Хотя сейчас вам кажется, что еда без приправ, она какая-то пресная. Но это из-за того, что ваши рецепторы, они как бы притупились. Вот. Значит, серьезно изучением голода в нашей стране, ну, в бывшей стране СССР занимался Юрий Николаев, он 20 лет в институтах, проводил разные диагностики, исследования. Он еще даже психические заболевания голодом, да. Вот. Сейчас есть техники неполного голодания, потому что все-таки классический голод, ничего не есть, не все его выдерживают, и там как бы есть нюансы. То есть, если без присмотра врача, можно и получить осложнение. Особенно на выходе. То есть, люди, когда выходят, они начинают много кушать, и может возникнуть заворот кишек. То есть, от большого количества еды кишек не останавливается. Нужно делать этот раз, где один человек попипает. То есть, на голоде самый важный период не само голодание, а период после него. Вот. Я сам практикую эту терапию с пациентами. То есть, мы для начала... В основном люди, которые и не голодать не практикуют, мы начинаем на выходе 5 дней. Вот. Я сам провожу каждую неделю по ситрогаммам однодневное голодание. Но друг не было. Поэтому, кто заинтересуется, ставьте свои контакты, как организм, как это делать. Да. Я правильно поняла? То есть, голодание равно чистка организма. А чистка организма, это как... Ну, как я так понимаю, мы убираем в доме, там, раз в неделю, где он генерал, в водку в доме своей. То есть, то же самое, как мы делаем с организмом. Поэтому, неважно, сыроед, не сыроед и и так далее. То есть, это неправильно. Правильно? То есть, во время организма голода человек не потребляет в виду язык. Но им можно жна анеоглета. И организм берет питание из тех запасов, что у него сложились. Там жировой ткани, там, сходительной ткани. И в расходе был сначала слабленые клетки, какие-то слабленые клетки, чужеродные вещества, те же, те же, те же жиры, которые сходились. А здоровые клетки организм не трогает. Поэтому, все 40 дней, как бы, здоровые клетки, они остаются невредимыми здоровыми. Расходы были только больные. Поэтому и на голоде возникает феномен регенерации или уморожения. То есть, на животных такое проводили, там, куры, да, там уже обстары. Снижается количество лиц, которые они вкладят. Их подсадили на 12-дневный голод. И в 50 раз увеличилась яйценосность куры. То же самое на коровах тоже. Они уже старенькие. Были 10 дней голодания. И, значит, молока они стали давать в 2 раза больше. И у человека, как бы, проводились эксперименты то же самое. По анализам омоложения организма. И человек сам это чувствует. То есть, голодом выходит, и вот, энергия, меньше спите, интузиция лучше, вон устроить лучше. Сон крепче. Да. Нюанс такой. Детокс от чистки голод прекрасный. Но самое важное, готово, вести здоровое питание. Чтобы вы не вернулись опять на круги своя. То есть, переход, все-таки, на призму здорового питания. Потребление 90% живой еды. Овощи, фрукты. И 10% можно, там, вареное, что-нибудь такое. Но лучше, как бы, если вы по конституции аюрмедической, пита или вата, это люди такие крупные, да, или рыхлые, вот, то вам идеально чисто сыроедение. У нас сейчас на планете осталось одно племя. Я о нем уже упоминал. Она ведет первообщинные, значит, устрои общества. Живет на северо-западе Индии, в долине Хунзи, или Долина Молодых. Несовершенно случайно узнал один британский врач, который, значит, путешествовал по Индии, и он там обосновался, как врач, думал, оказывать услуги. Но прошло 10, 2, 3, а люди к ним не обращались. Как бы его стало интересно. Люди живут, почему они к ним не обращаются. И он тут приехал в это племя и узнал, что люди практически не болеют. Живут до 120 лет, питаются минимально, голодают, потому что в синий период времени абрикосов, которые они в основном употребляют, у них очень мало абрикосов, и бывает период, что они не кушают. И, собственно, тут мы узнали, что есть такое племя. Там не болеют, женщины рожают до 100 лет. До 100 лет. Кунзы. Кунзы, да. И сыроед? Да, сыроед. И кушают, причем у них очень ограниченный сыроед. Ну, там каракасов растет только абрикос, водичка и синий. 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 Не обязательно все это принимать на веру, пробуйте. Начните с краткослышки для лечения детей. Даже просто ради эксперимента. Вот скажите самому себе, что вы не рад, что вы управляете своим телом, а не моя привязка, мой мозг, который там получил стимуляцию, ну, хочет, еще хочу там сладкого. Поэкспериментируйте один день, не покушайте. Но тут есть нюансы. Лучше с врачом проконсультироваться. У вас не должно быть хронических заболеваний, да, потому что могут быть даже обострения. И надо сделать правильно очистку кишечника. Когда вы правильно очистите кишечник, вы легко пойдете в голову, у вас не будет какой-то интенсекации. Так что, спасибо за внимание.